Ну вот и наступил тот самый долгожданный момент у моего автомобиля, когда на нажатие на поворот ключом машина сказала Ну вот примерно такая ситуация Вы заходите в машину Селектор в положении пердоль И ничего И еще разочек Слышим щелчок и ничего не происходит Машина сказала и все Что же делать? Ну поковырялся, посмотрел видеоролики Есть варианты решения этой проблемы При этом это не всегда аккумулятор Вот в моем случае это вообще не аккумулятор У каждой истории своя предыстория У моей она тоже есть Началось это довольно давно Наверное около года назад у меня появились первые симптомы Когда я Вернее не у меня, а у моего автомобиля Когда у него проявлялось подобное То есть на поворот ключа он делал И все Но Когда я это делал повторно Он чаще всего заводился Бывало такое, что заводился только с третьего раза Около двух месяцев назад Мы ездили с моим братом К нему на мальчишник Это в Крыму На Мангуб Кале И вот уже уезжая оттуда Возле магазина остановились Машина завелась Все прекрасно Мы проехали до магазина Остановились Он там купил, что надо было И машина цык И все И не хочет Еще раз цык, цык, цык Раз десять Вышли, покурили Открыли капот Посмотрели в эти провода Просто посмотрели на него Закрыли капот Хлопнули им И машина вдруг завелась У меня закрылись сомнения Но обычно, когда ты что-то хлопнул по машине Ударил там по ней И она заработала Вопрос всегда В таком случае Относится к контактам Что-то не так с контактами И во время хлопка, друзья Получается, что Контакт У нас Ну просто Появился контакт Произошел удар И появился контакт Вот Виновник торжества Этот автомобиль Рено Дастер Вообще Рено славится Этой проблемой Проблема контакта Плюсового на стартере Но Что же делать Вам на дороге Вы оказались в такой ситуации Что же делать Что же можно сделать Вообще в этой ситуации Вы можете оживить Ваш автомобиль По типу Рено Прям на дороге Ну в смысле на дороге На месте Где вы там остановились Не можете завестись Для этого придется залезть Вот туда За двигатель, друзья Вот туда И пошевелить Провод Плюсовой На стартер Его Клемусом Надо пошевелить Фишка в том Что скорее всего Этот провод Гайка Зажимная На этом проводе Открутилась Ну с гайкой Там вообще вопрос Такой Именно на Рено Там Ну странные Эти гайки Немножко Я потом покажу В чем Проблема Пошевелить И если все получится То Значит это оно Полезно Ну предположим Что вы вышли с работы В костюме Весь чистый Все Прекрасно И шикарно Но залезть туда придется Для этого вы Чего то тут стелите Желательно Друзья Вот такой вот фонарик Взять И Залезть придется Аж вот туда Чтоб вы там Увидели Все Своими глазами Прям Залазим Вот так В автомобиль И смотрим Засучить рукава Засучить рукава Придется Смотрите Чтоб машина была Холодная Который Боржетесь Залазим Залазим туда Рукой И шевелим этот провод В клеву точнее После того как вы ее пошевелили Можете попробовать еще раз Запустить Возможно Чудо Придется Ну что же дальше Друзья Вы же так не оставите Этот автомобиль С такой проблемой Не будете же каждый раз Шевелить его Поэтому Раз уж мы в гараже То спускаемся У меня здесь стоит Защита Ее обязательно Надо Снять Ну как обычно Всеми Любимой ВД-40 И немножко Смочим ей Болты Болты У каждого По разному Крепится Я бы даже сказал У каждого Оно по своему Крепится Как-то так Болты Десятые Ну такая себе История С этой защитой Ну вот И все Ну видно Что она Прикипела Или Вот так Сейчас Посыпется Там какая-то Гайка Я видимо Ронял Что-то Ну а теперь Просто Безумно Мега важно Снять массу Это нужно Сделать Друзья Потому что На стартер Подходит Оголенный Плюс Прямо Вот отсюда От аккумулятора У этого Плюса Очень большое Сечение Прямо Огромное И если Вы замкнете Будет Безумно Плохо Так Пошевели Пошевели Оп И сняли Так друзья Сразу же Вижу Вопросы Будут Значит Вот это Вот это Вот этот Мозг И вот этот Провод Это у меня Газ стоит Но он Никак Не сказывается На том Что вы Сейчас Увидите Дальше И вот Видите Даже Невооруженным Глазом Видно Что Она Расслаблена Или Ослаблена Давайте Я сейчас Рукой Сюда Залезу Плюса У нас Уже Нет Попробуем Пошевелить Да Друзья Посмотрите И вот Именно Ее Я Пошевелил Маленечко Оттуда Из капота Пальцами И пошел Контакты Машинка Завелась Обязательно Перед тем Как эту Гайку Откручивать Ее Нужно Обработать ВД40 Ну Либо Каким-то Жидким Ключом Вот Так Дать Время И После Этого Только Откручивать Друзья Как вы Видите Ремонт Такой В принципе Не стоит Нисколько Вообще Он Бесплатный Относительно Машина Ваша Не Умеет Так Заводиться Что касается Самой Гайки Друзья Ну Нужно Просто Какую-то Шайбу Придумать Подложить Под эту Гайку И Все Заработает А Эти Места Все Надо Обязательно Почистить Друзья Ну Вот Так Я Сорвал Ее Откручиваю Так Ну А теперь Надо Вот Эту Гайку Ее Надо Отсюда Вытащить Она Там Завальцована Ее Надо Выломать И Сделать Здесь Другую Гайку О Она Сама Вылезла Вот Видите Завальцовки Пришла Хана А Что С клеммой Смотрим Ну Почистить Она Тут Пригорела Естественно Чуть Чуть Вот Так Ну Друзья Вот Как Смог Так Зачистил Потому Что Здесь Вообще Вот Нереально Одной Рукой Зачищаешь И Гаечку Нашу Новую Ну Короче Друзья Так От Руки Она Не Заходит А Вот С помощью Очень Даже Заходит С помощью Ключа Короче Я тут Пока Крутил Понял Такую Тему Что Вот Этот Болт Он Немножко Как Б Под Конус В конце И Ну И В конце Он Как Б Сильно Так Вот Прям Упирается Не Идет Гайка Это Ну В общем То Все Друзья С Этим Ремонтом Заканчиваем Единственное Здесь Конечно Обработать Все Это Медной Смазкой Вот Так Вот Так Все Достаточно Ну И Второй Болт Который Рядом Минусовой Его Тоже Надо Подтянуть Ну Я думаю Вы Справитесь Без Этого Видео Вот Этот Вот Болт Тоже Подтяните На Всякий Случай Хуже От Этого Не Будет Главное Не Переусердствовать Ну Что Ж Пойдем Пробовать Запускать Но Перед Тем Как Запускать Естественно Надо Назад Поставить Клем Иначе Ничего Не Получится Только Что Проверил Ну Что Удиви Нас Рено С Получка Дашь Пожалуйста Отлично Все Все Заработало Ошибок Никаких Нет 2 ВД Можно Выключать Давайте Еще Разочек Кстати Друзья Вообще Рекомендуется Проверить 3 4 5 6 10 Раз Перед тем Как Начать Эксплуатировать Автомобиль Чтобы Она Каждый раз Заводилась Великолепно И Еще Ну Я думаю Что Проблема Решена Решена Вот Кстати Все Лучше И Лучше У вас Может Сгореть Стартер Это Ну Десятка 5 Тысяч Смотря Какая машина Поэтому Если У вас Начинаются Проблемы С запуском Вот Как У меня Было Мне машина Сама Говорила Сигнализировала Посмотри На меня Посмотри Что у меня Внизу Посмотри На Мои Гаечки Болтики И так Далее Однако Я Игнорировал Продолжал Ездить И Слава Богу Что Обошлось Все Так Малой Крови Беззатратно Стартер Не сгорел Все Хорошо Заводится Все Работает Просто Гайку Поменял Ну Тем Более Вы Сами Видели Я ее Просто Нашел Среди Гаек Я потратил 0 Ноль Ноль Ничего Но Только Лишь Время Все Так Что Вы Эвакуатор Будете Вызывать Ну Вы Потратите Уже На Эвакуатор Хотелось Подрезюмировать Все Это Дело Следите За Своими Автомобилями Друзья Будьте Бдительны И Всегда Когда Случается Проблема Ну Типа Вот Она Не Завелась Будьте Любезны Найдите Сил И Время И Посмотрите Почему Хотя Вы Полистайте Интернет Хотя Вы Почитаете Форум Ну А Если У Вас Есть Деньги То Заедьте На СТО Сделайте Диагностику Пусть Посмотрят Хотя Я Против Вы Знаете Я Всегда Ремонтирую Все Сам Но Я Понимаю Что Не Все Могут Сам Поэтому Чтобы Не Натворить Дел Заезжайте И Смотритесь И Делайте Ремонтируйте Свои автомобили Вовремя Всем Спасибо Друзья С вами Был канал Гараж Я На Связи Всем Пока Ну И Как Обычно Подпишитесь На Канал Продолжение следует...